Во Владивостоке официально начался купальный сезон, который продлится до 15 сентября. На все это время арендаторы обязаны создать условия для безопасного отдыха. На разрешенных к эксплуатации пляжах обустроены автомобильные парковки и площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Они оснащены необходимым спасательным оборудованием. На них будут работать спасатели, но и сами отдыхающие должны соблюдать правила безопасности. Чтобы избежать трагических ситуаций, важно придерживаться следующих правил поведения на воде. Пляж должен быть правильно оборудован и максимально безопасен. Нельзя купаться в тех местах, где установлены запрещающие знаки. Необходимо держаться ближе к берегу. Время пребывания в воде нужно ограничивать, принимая во внимание температуру воды. Купание детей должно происходить только под контролем родителей. Оставление детей на водоемах без присмотра категорически недопустимо. Нельзя подплывать к любым судам, нырять со скал, лодок, причалов. Недопустимо заплывать за буйки или иные ограничительные знаки. Купаясь в незнакомых местах, надо соблюдать внимательность и осторожность. Ни в коем случае не нырять. Отправляясь на водоем, важно учитывать погодные условия. Нельзя купаться в водоемах с сильным течением. Проверить это очень просто. Достаточно кинуть в воду щепку и понаблюдать за ней. Задача родителей как можно раньше научить ребенка плавать. Но важно помнить, что даже отличное умение не гарантирует полной безопасности. В случае происшествия необходимо звонить по телефону 101 и 112. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok